Организовалась такая, у нас был хороший коллектив такой, и мы ездили, ну везде, где мы только не были. А почему так часто приходилось менять место жительства? Я знаю, что после Израиля там была и Бельгия, ну и много разных стран, и я знаю, что вернулись-то в конце концов вы из Америки, но все-таки вернулись к нам в Россию. Да, это о многом говорит, мне кажется. Почему так часто приходилось менять место жительства? Израиль очень маленькая страна. Вот. И, ну короче, мы были востребованы, но этого вот недостаточно. И в одну из гастролев... Маленькое королевство. Маленькое. Ну недостаточно. Музыкальный рынок очень маленький сам по себе. Это еще хорошо, что мы работали на два рынка, на Назарайский и на Русский, то есть это было два рынка. Вот. А и в одну из поездок в гастроли по Бельгии, я там выступала с оркестром радиотелевидения Бельгии. Собранный оркестр, кстати, тоже музыканты из разных стран работают в этом оркестре. Вот. И как-то так получилось, они предложили остаться в Бельгии. Какой репертуар вы исполняете? То есть мы-то вас знаем по песням, там, «Крылатые качели», «Лесной олень», да, ну и так далее. Все вот эти вот пионерские песни, на которых мы выросли. Ну, все были пионерами. Это для вас далеко, наверное, поскольку-то у вас репертуар-то изменился, а для нас это как будто вчера было. И до сих пор наши дети, кстати, скажу, до сих пор поют эти песни и знают эти песни. Да нет, я работаю концертной, все время периодически просят спеть это. Я ее не ставлю никогда в репертуар, эту песню, вот специально в концерт я ее не ставлю. Это бесовка всегда у нас. Да, но если из зала кричат качели, то есть я их, конечно, пою. Я даже иногда недовольна этими, говорю, ну опять качели, ну что ж такое, опять качели. Ну я их как бы пою вот так вот, если надо. А так по жизни репертуар, так одним словом даже не скажешь, я все пою. Ну на каком языке в основном исполняете песни? Что значит, ну в основном на русском, да, это мой язык, русский язык. Ну а если вы в Америке, я знаю, вы жили долгое время в Америке. На английском? На английском. На итальянском. На иврите? На испанском. На иврите? На идыш? На французском? Просто полиглот. Полиглот, действительно. А что остается делать, если ты находишься, вот должен соответствовать? Это обстоятельство обязывает просто, если ты живешь за границей, ты работаешь, работаешь как бы для людей с разными языками, которые, ты обязан просто их удовлетворять. Тогда ты не видишь, что ты профессионал. А в Америку вы ехали куда-то на пустое место или все-таки кто-то вас ждал там? Ну, если вам знакома такая фамилия Михаил Гулько, то вот он говорил, ребят приезжайте, он нас приглашал, говорит. Я говорю, чем могу, вам помогу. И он свое слово сдержал. Вот. Ну а дальше мы сами опять все сами, сами, сами. У меня в Америке была своя передача на радио. Я вела, у меня была передача музыкальный сувенир. Для того, чтобы ввести в Америке какую-то программу, нужно не иметь акцента, да, нужно владеть языком. На русском радио. На русском. Там же есть русское радио, русское телевидение, да. То есть вы нашли свою нишу? Ну, я работала концерты, я была директором культурных программ, там есть еще такие центры для пожилых людей, я была директором культурных программ, для них делала всякие там интересные культурные вещи. Была у меня программа на радио, вот, музыкальный сувенир, раз в неделю я вела, популярная была программа очень. Вот. И еще у нас была программа, правда, она долго не удержалась, потому что мы уехали, это был такой конкурс, назывался «Твоя мечта», мы собирали русскоязычные таланты. По миру. И давали возможность людям их в Америке послушать. Ну, вы очень активно.